Чтобы попасть из детского сада в мир большого знания, достаточно перейти дорогу. Три корпуса самого большого в Европе дошкольного учреждения логично продолжает самая современная в России школа, и таким образом обеспечивается непрерывный образовательный процесс. Учитель физики Галина Евгеньевна Быкова не без гордости рассказывает о новых возможностях в преподавании. Еще не распакованные оборудования геолаборатории соответствуют самым передовым мировым стандартам. Каждый ребенок может провести самостоятельный эксперимент, может построить свой опыт, может сам выдвинуть какую-то гипотезу, развить ее. Школа в микрорайоне «Крутые ключи» сдаёт самые высокие стандарты для всей России. В День знаний принимают почти 2000 учеников. На праздничную линейку прибыли губернатор Николай Меркушкин, глава Самары Олег Фурсов, депутаты Государственной Думы. Это первая школа в регионе, которая строилась по федеральной программе модернизации образования. В этом году в Самаре пришло учиться на 4000 учеников больше, чем в прошлом. Нам надо будет и дальше строить школы, нам надо и дальше строить детские садики, и мы это обязательно будем делать, и прежде всего в новых микрорайонах. И хотелось, чтобы у вас, у детей, у учащихся, у учителей, в этом новом учебном году как можно больше было успехов, как можно больше было побед. Подготовлена документация на строительство 10 новых школ. И мы очень надеемся, что при поддержке наших депутатов, при поддержке нашего губернатора, мы сумеем в следующем году увеличить количество строящихся образовательных учреждений в нашем городе. Этой школе присвоено имя выдающегося конструктора-оруженника, дважды Героя Социалистического Труда, Героя России Михаила Калашникова. Знамя вручено на торжественной линейке. Всего в Самарской области сегодня пришли в школы 310 тысяч учеников. Из них 4 тысячи, то есть почти полтора процента от общего числа, будут учиться вот в таких современных учебных заведениях и новостройках. Сегодня же подобная школа открывается в поселке Волгария. А в декабре свои двери откроет школа еще больше, чем эта в Южном городе. В Волгарии сегодня также работает съемочная группа телеканала Самара ГИС. Я передаю слово Марине Кравцовой. В новом микрорайоне Волгария открылась первая школа. Построили ее в рекордные сроки. Меньше, чем за год. Началась стройка в ноябре 2015-го. Здание отвечает всем современным стандартам. Построено оно по спецпроекту с использованием передовых технологий. Здесь есть и актовый зал со сцены, и два спортивных зала, и современная медиатека. Маленькой школу тоже не назовешь. Здесь будет 40 классов, а это около тысячи учеников. Наверное, больше, чем дети. Открытие школы ждали родители. Школа буквально в двух шагах от дома. Времени на дорогу теперь тратить не придется. На торжественной линейке собрались сотни семей. Мы первый кирпич закладывали, когда ребенок стоял рядом, смотрел. Очень хорошая, новая школа. Большая, просторная, все места хватит. Рядом с основным зданием спортивная площадка с беговыми дорожками, футбольным полем, волейбольной и баскетбольной площадками. Мы здесь с вами не так давно открывали детский сад. Здесь еще построен еще один, и будем строить еще детские сады. И я думаю, придет время, и это время совсем недалеко, когда мы с вами закладывать будем еще одну школу, и открывать будем еще школу. И мы видим те изменения, которые происходят в городе, строительство этой школы, строительство школы в крутых крючах, появление новых микрорайонов. Это все те позитивные изменения, которые происходят в нашей жизни. Очень важно, чтобы эти изменения продолжались. Фактически в новое здание переехала 57-я школа, история которой начиналась больше века назад. За время существования школы она меняла свой статус, меняла свой номер, свое наименование. Но тем не менее, с 1896 года впервые в Засамарской слободе было открыто учебное заведение, ставшее впоследствии школой 57. В новой школе уже набраны классы с 1 по 8 мест, хватит всем детям из Волгаря. Микрорайон растет, а значит продолжится и строительство социальных объектов. В планах построить и дополнительные спорткомплексы. Марина Кравцова, Олег Зверев, Константин Головин, Максим Гусев. События.